Приехал я в мастерскую. Давайте быстренько посмотрим. Сейчас покажу что я приобрел. Клей. У меня есть клей такой, но он типа резинового клея для кожи. Я купил не вонючий. Иногда надо что-то быстро склеить. Я здесь носик подрежу чуть-чуть. Это типа на основе ПВА, но для кожаных изделий. Купил для ремней пару наборов. Потихоньку приобретаю вот такие штампы для тиснения. Эти как раз на акции. Я купил пару-тройку штук. Да, вот такие. Они обычно по 6 долларов, но как раз вот сегодня была. До сих пор действовала акция. Я купил. Никогда не лишнее лезвие для ножа. На каждый проект стараюсь поменять лезвие, чтобы не испортить. Так, вот я купил еще такой цвет болтовый. Тоже для ремня. И купил пару пробойников. Один пол-инчевый. Хорошие качественные пробойники. Одна вторая инча. И пришлось купить еще один поменьше. Этот у нас будет одна четверть дюйма. Меньший диаметр. Но почему пришлось? Потому что я купил сегодня набор для своего пресса. Вот я хочу ставить. У меня была необходимость в некоторых местах использовать такие дивиты. Они называются... Как они? Елотс. Елот. Елот. Такие панчи делать. И для этого это размер. Я для него купил. Для моего пресса. Вот это наборчик. И для каждого размера нужно свой. То есть вот я купил сейчас комплект одна. Четвертая дюйма. Для него пробойник. Вот. Для этого диаметра. И соответственно набор, чтобы это делать на... Прессом. Купил набор. Не собирался сегодня покупать. Но купил. Потому что я в нем тоже нуждался. Ага. Заклеенный. Я надеюсь, что тут весь комплект. Под дабл кэп. То есть вот такие вот. Вот под такие вещи. Тоже. Когда ты бьешь их просто молотком. Ты делаешь плоской. А она красивая. Плоская. Но гораздо красивее, когда она такая слегка выпуклываете. И купил у нас такой набор вещей для разметки. Три ширины ремня. Можно использовать. 1,25 дюйма. То есть значит 1,1,4. Полтора дюйма. И по моему 1,75. Такие наборы для... Маркировки. Не маркировки. Для... Разметки. Вот таких узоров. Вот прошивку. Сделать ремня вот такую прошивку. Вот по этим шаблонам. Прочертил и потом чертишь. А здесь я купил. Мне не хватало... Не хватает баночек. Не хватает баночек. Мне туда завернули баночку. То есть эту банку я наливаю краску. Когда я что-то крашу. Посмотрите, у меня здесь несколько цветов. И сюда же накручивается поливизатор. И ты можешь покрасить, не пачкая особо руки. И более-менее равномерно. И мне не хватало. На данный момент баночки я ее взял. Ребята, в общем, это все стоило почти по две сотни. Но имея скидку, я заплатил там чуть меньше полутора сотен с налогами. Вот за эту вот покупку. Такой вот мини-обзор. И это видео выйдет раньше предыдущего. Потому что предыдущее видео я записал с микрофоном, с идеальным звуком. С несколькими камерами. Несмотря на то, что предыдущее видео тоже было с таким обзором. Ну, покупка, пришла посылка с другого крупного, от другого крупного продавца. Бакли Гайз. Кстати, посмотрите. И для меня важно, насколько, ну, насколько важно, насколько важно записывать более качественно на вот такие вот 50 минут, 5-10 минут видео. В котором, в принципе, ничего нет обучающего. Но многим было бы интересно видеть, что можно купить, чем пользуются в Америке кожевники. Какой инструмент и какие аксессуары используют. Возможно, цены интересны на них. Поэтому мне гораздо быстрее и удобнее записать вот такие быстрые видео без дополнительных микрофонов, нескольких камер. Я буду наблюдать за результатами просмотров и вашими отзывами. И в связи с этим буду делать определенные выводы и выбирать формат. На этом буду заканчивать, ребят. Всем мира и до встречи в следующем видео. Пока.